Добрый день дорогие друзья, с вами снова Юрий Пузыревский и в этом видео мы поговорим о том, как развивать свои репрезентативные системы. Это видео я записал по просьбе Кристины Валибутаевой. Она написала комментарий, круто было бы, если бы вы рассказали, как развивать свои репрезентативные системы. Немногие тренеры об этом говорят. Немногие тренеры на самом деле об этом говорят, спасибо Кристина. И немногие тренеры об этом говорят по одной простой причине. Я сейчас об этом расскажу. Я бы тоже не рассказывал на своем канале об этом, если бы вы не задали этот вопрос. И вот почему. Потому что человек, по большому счету, он такое существо ленивое. Вот и я ленивый, и многие из тех, кто смотрит мои видео, тоже ленивые. Ну давайте не будем лукавить. Мы всегда стремимся к тому, чтобы ничего не делать и получать большие результаты. Ну не всегда это получается. Так вот, когда становится вопрос о развитии репрезентативных систем, напоминаю, что такое репрезентативные системы, что такое внутренняя репрезентация. Если я, допустим, сейчас представлю свою супругу, то вот у меня появился сейчас образ ее, то есть некая картинка в голове, то вот это и есть моя внутренняя репрезентация. Если я сейчас вспомню ее голос, то вот это будет моя аудиальная репрезентация ее голоса, потому что ее рядом со мной нету, и я вспоминаю ее голос. Либо я, допустим, вспомню ее запах, да, или почувствую, как я ее обнимаю. Это будет моя кинестетическая репрезентация. То есть мы по большому счету думаем картинками, звуками и ощущениями. Есть еще аудиодигитальный канал, либо дигитальный, либо дискретный его еще называют. Это уже канал, который образовался за счет нашего языка. То есть мы какие-то определенные понятия обрамляем в некое слово. Так вот, почему люди не развивают? Смотрите, у каждого человека развито по наблюдениям. По наблюдениям развита одна репрезентативная система. Сильнее, вторая чуть-чуть слабее, а третья еще меньше развита. Допустим, в основном люди визуал кинестетики, либо кинестетики визуалы. То есть они свои внутренние репрезентации, они либо видят какие-то картинки, либо испытывают ощущения, а потом уже начинают об этом говорить, используя определенные слова. Так вот, и использование репрезентативных систем это такая серьезная, глубокая, укоренившаяся привычка мышления у каждого из нас. И почему люди не развивают другие репрезентативные системы? Ну, допустим, если человек визуал кинестетик, почему он не развивает аудиальную систему? Да потому что ему это не нужно. Потому что когда человек задается вопросом, а для чего мне это, он не находит ответ. Я, допустим, так уж сложилось, да, я аудиал кинестетик. И я стал сознательно развивать свою визуальную репрезентативную систему, потому что я тренер нейролингвистического программирования, я работаю с людьми. И мне очень важно, чтобы люди, с которыми я общаюсь, меня понимали. Поэтому, зная вот этот свой, ну, можно его назвать недостатком, может быть, это и достоинство, у меня визуальная система была плохо развита. Когда я нашел для себя конкретное понимание, для чего мне развивать визуальный канал, тогда я стал его развивать. До этого мне не было дела. Для чего мне развивать визуальный канал? Для того, чтобы большее количество людей меня понимало. В литературе по NLP встречается такая статистика, что 80% людей это либо визуал кинестетики, либо кинестетики визуала. А я аудиал кинестетик. Соответственно, если я общаюсь, а 80% вокруг меня, все-таки люди с развитым визуальным каналом восприятия, переработки и воспроизведения информации, следовательно, для 80% людей я слабо понятен. И здесь я нахожу рациональное зерно. Если вы, допустим, визуал кинестетик, то зачем вам развивать аудиальную систему? Могу ответить так, потому что каждый человек не может найти для себя какого-то рационального ответа. Для чего мне это? Для чего, могу сказать, очень обобщенно. Для того, чтобы расширять свою карту реальности. Ну, допустим, смотрите, если вы визуал кинестетик, то основная информация, которую вы получаете, она идет через глаза, через визуальный канал и через ощущения. Вам, допустим, сложнее общаться с человеком, допустим, посредством телефона. К примеру, если вы визуал кинестетик, ярко выраженный, и какая-то ваша деятельность связана с аудиальным каналом, ну, допустим, вы устроились на работу в колл-центр, вам, конечно, будет немножко сложнее, чем людям, у которых аудиальный канал развит. И, конечно же, если вы устроились на такую работу, вы хотите этого или не хотите, у вас аудиальный канал начинает развиваться. И это, ну, сам собой, да? Поэтому, друзья, для чего каждый найдет ответ сам? Потому что, когда вы, вот смотрите, есть, условно говоря, три канала восприятия и переработки информации, да, визуальный, аудиальный, кинестетический. Если у вас развито два, допустим, визуальный и кинестетический, то третий канал, ну, условно говоря, это 33% информации, вы недополучаете. Хорошо это или плохо, я не могу сказать. Станет ли ваша жизнь лучше, если вы начнете развивать, допустим, третий канал, который у вас проседает, я тоже не могу сказать. Но, скорее всего, вы начнете получать больше информации из внешнего мира с помощью какого-то нового канала, который у вас обязательно присутствует. Опять же скажу, все каналы, они у всех людей присутствуют, только если нет врожденных, либо приобретенных повреждений мозга, либо нервной системы. То есть, к здоровым людям это все применимо. А теперь про техники. Техники на самом деле очень простые. Я вам в этом видео дам две техники. Они очень простые, криминально просто простые, да, но они требуют усилий. То есть, нужно обязательно это тренировать. Итак, первая техника. Что вы можете сделать для того, чтобы вообще свои каналы, я их называю так, почистить каналы. Первое. Берете, закрываете уши двумя руками и только смотрите. Смотрите в том пространстве, где вы находитесь. Где бы вы сейчас ни оказались, вы просто три минуты засекаете прям секундомером. Три минуты вы начинаете смотреть вокруг. Начинаете смотреть вокруг и даже будет круче, если вы находитесь в каком-то привычном месте. Ну, допустим, в своей любимой комнате, либо в своем любимом офисе. И с закрытыми ушами вы три минуты просто смотрите. Просто смотрите, 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 рассматривайте любые предметы, никаких ограничений. И наблюдайте за тем, что нового вы заметите. Следующий этап. Три минуты прошло. Закрываем глаза, открываем уши и только слушаем. Даже если вы находитесь в помещении, где идеальная тишина, вы там все равно начнете находить какие-то новые для себя звуки. Я это упражнение делаю на курсе NLP Practic, на который, кстати, сейчас идет набор. Ссылка в описании. Можете зайти и поинтересоваться, что мы там изучаем на курсе NLP Practic. Итак, три минуты. Три минуты только слушаем. И вы будете приятно удивлены, что вокруг вас существует очень множество звуков. Если даже сейчас я замолчу, я услышу и звук своего дыхания, я услышу и звуки проезжающих автомобилей, которые обычно игнорируются. Я даже услышу, наверное, как немножко так, знаете, когда лампа, лампа включена люминесцентная, как она немножко так трещит. Вот это я услышу. Я очень хорошо начну слышать своих соседей и так далее. То есть с закрытыми глазами, но с открытыми ушами просто начинаете в течение трех минут активно слушать. Активно слушать все, что вокруг вас происходит. Обращайте внимание на малейшие звуки. Упала ручка у кого-то. Ну и так далее и тому подобное. Спустя эти три минуты, соответственно, уже закрываем и глаза, закрываем уши. Начинаем обращать внимание на ощущения. Причем ощущения могут быть двух видов. Это могут быть внешние. Это то, что вы чувствуете кожей. Тепло, холод, комфорт, дискомфорт. Как ваша спина прикасается к спинке стула. Как ваша одежда соприкасается с вашей кожей. Как ваши ноги сейчас стоят. Это внешние ощущения. Что к вам прикасается. Дальше обратите внимание еще в течение трех минут на внутренние ощущения. Внутренние ощущения это то, что вы чувствуете внутри своим телом. И поверьте мне, там тоже невероятная просто палитра ощущений, на которые вы в обычной жизни просто привычно не обращаете внимания. Это такое упражнение. Вот смотрите. Три минуты, три минуты, еще раз три минуты. Десять минут в день. Если вы будете на такую вот настройку сенсорных каналов тратить время, вы начнете находить очень множество новой информации. Теперь дальше. Есть еще одно упражнение. Оно уже более сложное. Но тем не менее, оно тоже очень интересное. Как вы можете развивать свои репрезентативные системы. Ну опять же, визуальную, аудиальную и киностатическую. Берете в руки любой предмет. Вот у меня есть такая вот статуя свободы. Вот такая вот интересная. Брат когда-то привез мне из Нью-Йорка. Вот. Берете любой предмет. Абсолютно любой. Это не должна быть какая-то статуя. Вы можете взять свой мобильный телефон, стакан. Все, что вам попадется. Вы его в течение буквально 20-30 секунд просто рассматриваете. Рассматриваете, рассматриваете. Потом этот предмет убираете. И когда вы убираете предмет, закрываете глаза. Закрываете глаза и с закрытыми глазами начинайте представлять этот предмет. Начинайте представлять этот предмет с закрытыми глазами. Начинайте его вращать. Представьте, как будто он подвешен в пространстве. Начинайте его вращать. Посмотрите на него сверху, посмотрите на него снизу. То есть, пускай он повращается, вы начнете его рассматривать с разных сторон, и это усиливает ваше воображение, да, это усиливает ваше визуальное восприятие. То есть, смотрите, предмет может просто быть подвешен в воздухе, и он как будто бы вращается. И второй вариант, вы можете, как будто предмет подвешен в воздухе, все это делается сидя, с закрытыми глазами, вы можете представлять, как будто он статично завис в воздухе, А вы вокруг него ходите и можете его рассматривать. Это тоже, ну и буквально там 3-5 минут максимум. Но это будет расшевеливать, я так назову это, расшевеливать, расширять ваш визуальный канал. Предметы можно брать каждый раз новые, каждый раз разные. И очень интересно еще работает со словами. Вы можете представить какое-то слово, ну допустим, ваше имя. Берете ваше имя и мысленно его в пространстве каким-нибудь красивым шрифтом пишете. Пишете и представляете, делаете с закрытыми глазами. А потом начинаете ходить вот вокруг зависшего в воздухе вашего имени, написанного красивым шрифтом. Можете сделать его железным там или из какого-нибудь прикольного другого материала. И начинаете мысленно ходить вокруг этого образа. То есть это все происходит внутри, в голове, вы конструируете, вы воображаете. И таким образом вы развиваете свой визуальный канал. Очень полезное упражнение. Я как раз таки этим упражнением свой визуальный канал достаточно хорошо и развил. Дальше, переходим к аудиальному каналу. С аудиальным каналом следующее очень интересное упражнение. Я рекомендую вот прям в комплексе. Сначала визуальный канал покрутили, теперь аудиальный канал. Берете любую мелодию, желательно простую мелодию, которая... Это может быть просто рингтон от телефона, а может быть просто прям какая-то композиция. Вы берете эту мелодию и ее начинаете у себя в голове внутри воспроизводить. Вы эту композицию воспроизводите, а затем начинаете делать с ней разные манипуляции. Лучше это делать сидя. Вы просто сидите, можно с открытыми, можно с закрытыми глазами. Самое главное, чтобы вы могли у себя в голове эту мелодию воспроизвести. А потом вы начинаете делать вот какие вещи. Вы ее начинаете делать громче. Прямо сделаете ее до максимальной громкости. Можете делать ее максимально тихой, чтобы она была едва слышна. Это первый этап. Следующий этап. Вы можете этот звук, эту мелодию, когда вы уже научились ее воспроизводить у себя в голове, вы начинаете делать вот какую манипуляцию. Начинайте ее представлять справа от себя, слева от себя, где-то спереди, где-то сзади, над собой, под собой. Это тоже очень интересная штука. Она требует тренировки. Тоже буквально 3-5, может быть 7 минут. Есть еще один этап. Вы можете эту мелодию прям погрузить в себя. Ну, допустим, переместить ее в живот и представить, как бы эта мелодия звучала у вас в животе. Это тоже очень интересный опыт. Тоже буквально 3-5-7 минут. Очень-очень классно помогает развить аудиальный канал. Дальше. И теперь кинестетический канал. С кинестетическим каналом тоже очень интересно. Простое упражнение. Берете, садитесь поудобнее. Тоже уделяете 3-5 минут времени, чтобы вас никто не мог отвлечь. И начинайте представлять у себя в середине тела, где-то на уровне груди, тепло. Прямо вот, прям нужно представить и ощутить тепло. А потом начинайте это тепло передвигать по всему телу. В правую руку прям ощущать. Потом в левую руку, прям до кончиков пальцев. Можете в каждый палец тепло переместить. Потом можете переместить его в голову. Можете переместить его в одну или в другую ногу. И вот эти вот ощущения, которые вы перемещаете, они тоже очень полезны. Вы можете брать не только тепло, вы можете брать, допустим, холод. Да, многие сейчас скажут, можно ли перемещать оргазм по всему телу? Да, можно и оргазм по всему телу. Но сначала потренируйтесь с теплом или с холодом. Мне больше нравится тепло, поэтому я, когда тренируюсь, я двигаю вот это внутреннее тепло по всему телу. Я вот прям сейчас чувствую, что становлюсь весь такой горячий. Можно и с холодом. Можно любое другое ощущение брать. Ну, тепло, холод – это самые такие очевидные ощущения, которые вы можете двигать по своему телу. Вот такие, друзья, дела. То есть, смотрите, 3, 5, 7, 10 минут на каждую систему, и вы будете расширять свою карту реальности. Вы будете больше обращать внимание на то, чего вам недостает. Почему это важно? Потому что, когда вы начинаете развивать свои репрезентативные системы дополнительно, не те, которые у вас уже развиты, вы все-таки начинаете оперировать большим количеством информации. Есть люди, допустим, визуал, аудиал, у них вообще тело отключено. Ну, условно говоря, отключено. Они мало заморачиваются о своих ощущениях, хотя наше тело нам дает очень много информации. Есть люди, у которых очень слабо развит, допустим, аудиальный канал. Это тоже, ну, это нехорошо и неплохо, но это такой вот пробел небольшой, который можно при желании его восполнить. Ну, и опять же, вот мой классический пример, да, то есть у меня вот визуальный канал был слабо развит, и мне пришлось его по своему желанию, пришлось его осознанно развивать. И я могу сказать, что это большой плюс, потому что люди стали меня лучше понимать, и я стал более понятным для чем большего количества людей. Если вам интересно обучаться у меня на курсе NLP практик в режиме онлайн, обязательно записывайтесь, ссылка есть под этим видео. Дорогие друзья, обязательно ставим лайк, если вам понравилось это видео, обязательно пишем свои вопросы, если я что-то не осветил. Большое вам спасибо за то, что тот промежуток времени, который я по какой-то причине не выпускал видео, вы были с нами. Большое спасибо новым подписчикам, большое спасибо старым верным подписчикам. Да пребудет с нами сила, до скорых встреч, с вами был Юрий Пузыревский, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok